В одной квартире будет жить терапевт, в другой — хирург. Среди соседей появятся еще отоларинголог и анестезиологи. Сегодня несколько врачей Нижневардовской окружной клинической больницы отметили новоселье в служебных квартирах. Как считаю, в департаменте здравоохранения такая инициатива поможет привлечь в профессию молодых специалистов. Подробнее в сюжете моих коллег. Мурат Бахш Джаборов показывает комнаты своей новой квартиры. В столицу Самотлоры он переехал из Иркутской области. Говорит, в Нижневардовской окружной клинической больнице четко отлажена работа. Подкупает современное техническое обеспечение, а также возможность развиваться и осваивать современный способ хирургического лечения — лапароскопические операции. А перспектива получить служебное жилье только укрепила врача в его решении переехать. Квартиры хорошие, уютные, со свежим, качественным ремонтом. Трехкомнатная квартира дали нам, потому что я живу с женой и отцом, а на самом деле они сказали, что у тебя на будущее будут дети, поэтому заранее мы тебе дадим трехкомнатную квартиру, чтобы комфортно было все. В квартирах чистовая отделка, поклеены обои, постелин линолеум, установлены плинтусы и межкомнатные двери. Есть индивидуальные приборы учета света, тепла, воды и домофон. Еще одной обладательницей ключей от квартиры, но уже однокомнатной, стала терапевт Татьяна Жаброва. Радуется, что теперь не придется жить в съемной. Социальное жилье для молодого специалиста — это очень важный момент, потому что иногда он является определяющим фактором для работы дальнейшей. Поэтому для меня, как для молодого специалиста, это очень актуально. Квартира новая, благоустроенная, и вообще очень приятные такие моменты, что теперь будет возможность проживать, и в принципе это достаточно экономично. Сегодня таких новоселов четверо, но скоро жилье получат еще 10 человек. Главные условия получения социального жилья — отсутствие у претендента и его родственников в собственности жилых помещений на территории округа и работа в окружной клинической больнице Нижневартовска. После одобрения кандидатуры специальной комиссией, жильцы заключают договор с управляющей компанией и оплачивают только коммунальные услуги. Первый этап — это 14 квартир. Есть информация, что еще будут квартиры, как раз именно для вот такого социального плана, и я уверен, что это так и будет, и мы получим еще дополнительное жилье. Да, у нас ведь еще есть меры определенной поддержки, то есть у нас есть доходный дом, мы компенсируем съем этого жилья, можно компенсировать съем обычного жилья, не 100%, но где-то 50% мы возвращаем нашим сотрудникам. В департаменте здравоохранения уверены, что такие меры поддержки позволят привлекать в ЮГРУ необходимых специалистов. Сейчас, например, не хватает анестезиологов, ревматологов и эндокринологов. К слову, работать в Нижневартовск едут молодые врачи с Дальнего Востока, из Омска, Кургана и Санкт-Петербурга. Нижневартовская окружная клиническая больница ответственно подходит к подготовке молодых кадров. Наставники обучают и погружают в профессию. Молодые специалисты получают практику в операционных, посещают семинары и конференции. Быстро совершенствуют свои навыки и в ближайшие три года становятся профессионалами, готовыми работать самостоятельно. Анастасия Кармалаева, Сергей Зайкин, окружная телерадиокомпания «ЮГРА», Нижневартовск.